100 баллов за знание и упорство. Выпускникам школ стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку и химии. В Люберцах по этим предметам 100 баллов получили 5 человек. О том, как сдать успешно главный экзамен без репетитора, узнавала Айтар Щерагова. 100 баллов по химии. Долгожданные слова. Этот момент выпускница Алина Карелина помнит смутно. В голове было одно. Главный экзамен позади. В начале года я писала пробники на 39. Мне было очень стыдно говорить этот результат. Приходилось разбирать какие-то темы, которые непонятные, какие-то очень сложные задания, задачи, постоянно всё нарешивать. И причём, если нет постоянной практики, оно действительно забывается. Приходилось жертвовать иногда сном, едой, не знаю, но оно того стоит, потому что я действительно этим увлечена. Так выглядит тетрадь человека, который ежедневно изучает любимый предмет. Впереди поступление в Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Отвлечься от учёбы помогает Хэквондо. Им Алина занимается 5 лет. В мае сдала экзамены на чёрный пояс. Нельзя постоянно умственной только работой заниматься. И нужно как-то давать себе отдых такой. Бывает, настолько уже устаёшь от вот этой рутины, когда ты одно и то же в течение года нарешиваешь. И после тренировки у тебя как будто перезагружается мозг. Всё равно смена деятельности какая-то, смена обстановки, и она всегда полезна. Спортсменка, отличница и просто красавица. С пробных 39 перейти на финальные 100 баллов помогла учитель Ирина Колчанова. Мне очень приятно, что ты достигла таких высоких результатов. Я знаю, что ты мечтаешь стать учёным-химиком. Ты справишься, у тебя есть интерес к этому предмету. Алина готовилась к экзамену без репетиторов. Усидчивость, трудолюбие и спортивный характер – то, что помогло выпускнице достичь высоких результатов и получить золотую медаль. Результат Алины говорит о том, что можно работать без репетитора. Потому что учитель в школе, он, в общем-то, грамотный человек. Он в своём предмете обычно профессионал. И поэтому, если прислушаться к рекомендациям учителя, то можно достичь высоких результатов. Рубен Сурмалян успешно сдал ЕГЭ по русскому языку. Помогли упорство и педагог Инна Мусиева. Рубен, поздравляю тебя с твоей маленькой победой. Поздравляю себя, что вот этот первый этап пройден. И пройден очень неплохо. Дай Бог, чтобы ты поступил туда, куда ты хочешь. И жизнь своя сложилась удачно. Отличительная черта Рубена – самодисциплина. Благодаря ей выпускник окончил гимназию с золотой медалью и попал в список стубальников. Планирую поступить в финансовый университет при правительстве. Я наслышан об этом университете, что там перспективное трудоустройство. И хорошие преподаватели. И слышал много рекомендаций. Несмотря на высокий результат по гуманитарному предмету, Рубен хочет стать экономистом и связать свою жизнь с цифрами. Любовь к математике передала мама. У меня трое детей. Они все разные по характеру. У Рубен более самостоятельный. Он очень телеустремленный, сильный по характеру. Сила духа у Рубена развивалась во время занятий футболом и карате. Выпускник получал призы на областных соревнованиях. Сейчас каждый день делает не только умственную зарядку, но и физическую. Спорт влияет на мозговую деятельность. Но профессиональный спорт занимает много времени. И можно даже губить и направлять на здоровье в некоторых случаях. Люберецкие стаубальники доказали. Главное – это спортивный характер, самодисциплина и хорошие педагоги.